Меня зовут Иван Крулеев. Я работаю в компании Hiron Medical Technologies с product-менеджером. Мы занимаемся разработкой технологии для диагностики рака. До этого я успел работать над еще двумя статапами и работать в некоторых компаниях побольше, но в частности, как раз в Mido и в проекте все это. Ну, немного. Так получилось, что в течение своей работы я часто сталкивался с ситуациями, когда нужно было либо построить вот этот трудовый майндсет в команде или компании, либо его нужно было поддерживать, когда команда быстро развивается и компания быстро растет. Стараюсь поделиться какими-то мыслями, каким-то опытом, который меня помнит. Ну, начнем с того, о чем мы вообще говорим. Что такое продукт? Что такое разработка продукта? Единого определения нет. Определения разные, в зависимости от того, у кого вы спрашиваете. Вот это определение мне очень нравится. Сейчас объясню, к чему. Продукт — это товар или идея или метод или информация, объект или сервис, созданный как результат какого-то процесса и который удовлетворяет нужду либо желание. Самое важное — это вот эти два слова в конце. Это нужда либо желание. Продукт, в первую очередь, должен что-то удовлетворять, ну или, как сейчас говорят, решать какую-то проблему. Что же тогда в продуктовый майндсет? Тут тоже нет единого определения. Мне нравится такой подход. Команда или человек обладает продуктовым майндсетом, тогда, когда они сфокусированы не на достижении каких-то там формальных KPI или может быть решение поставленных каких-то тоже формальных задач, они именно сфокусированы на решении проблем пользователей. Они думают о пользователе, о том, как сделать его жизнь лучше. Самое интересное, что такой майндсет невозможен на уровне, например, одной команды. А продуктовый майндсет не может быть в компании только там на уровне senior management или нечто подобное. Он должен быть на разных уровнях. Начинается все на уровне принятия стратегических решений и стратегического планирования. Дальше продолжается, как эта стратегия доносится до всех работников компании. Естественно, без такого продуктового фокуса нельзя представить HR-процессы в подобных компаниях. Когда компания обладает продуктовым майндсетом, это влияет на ежедневные коммуникации, на рабочую переписку, на рабочее общение каждый день. Ну и, наверное, самое главное, продуктовый майндсет должен присутствовать в культуре компании. Ведь если подумать, вот эта сосредоточенность не на каких-то показателях, не на решении просто задач. Это нечто базовое. Нельзя просто дать команду людям, пожалуйста, думайте о пользователе. Пожалуйста, думайте, как ему помочь. Это должно быть что-то базовое. К сожалению, особенно в молодых компаниях, они часто, в принципе, забывают про то, что есть такое понятие как культура и то, что ее нужно строить. Даже без относительно ориентированности на продукт это очень грустно, приводит часто к печальным последствиям. Ну, из недавних примеров, я думаю, вы слышали про то, какие неприятности у Uber, компании Uber. В частности, эти неприятности из того, что ребята не будут работать о том, чтобы построить здоровую внутреннюю культуру. Вот этот продуктовый mindset, он тоже может быть частью культуры. В частности, я его вижу лучше всего, как вот такую связь между командой и пользователем. Очень важно, чтобы, опять же с компанией, каждый сотрудник чувствовал свою причастность к тому, что он делает, к тому, как он решает проблемы пользователя, к тому, как он делает жизнь пользователя лучше. Это непросто. Точно так же нельзя сказать. Ну, вот у нас будет культура, которая, значит, включает в себя инклюзивность, элегантность и еще плюс, в силу на движение проблем пользователя, и все. И вот такая культура в компании. Так не работает. Все-таки этот вопрос можно решить. Решается он с помощью коммуникаций. И если начать с самых базовых моментов, то, что я называю тут big picture, большая картина происходящего, так же очень часто упоминают в бизнес-планах как mission statement, миссия компании. К сожалению, многие компании вообще не думают об этом до тех пор, пока не нужно принимать инвестиции, не нужно заполнить формальный бизнес-план. Они делают mission statement буквально до галочки. А на самом деле, если бы я сегодня мог дать только один совет, один-единственный, я бы сказал для своей компании напишите правильный mission statement. Если он ясно показывает, какую проблему вы решаете, кому вы помогаете, зачем вы это делаете, это уже огромный шаг к тому, чтобы построить этот продуктовый майндсет у вас в компании. Ну и естественно, это большая картина, она должна быть донесена до всех сотрудников. Это тоже не так всегда кривиально. Есть различные подходы к коммуникациям внутри компании, которые позволяют донести эти идеи и донести вот эту большую картину. Ну, наверное, самое первое, самое главное, это… Как на русском сказать? Это апдейты, которые вы даете команде, ну или компании о том, как вообще идут дела. Когда компания только строится, и у вас буквально 2-3-4 человека, это не сильно нужно. И так все все знают. Как только у вас становится больше, есть необходимость в том, чтобы регулярно доносить до всех, а что же вообще происходит, где находится компания, помогаете ли вы людям, как вы это делаете, как вы двигаетесь в сторону своей большой цели и большой миссии. И вот такие апдейты, например, у нас в компании мы их проводим каждый месяц. Это отличный шанс, чтобы еще раз всем напомнить, всем сотрудникам, о чем мы, собственно, тут занимаемся, зачем мы приходим на работу, кому мы помогаем. Очень круто, когда в результате такого месяца у кого-то из людей в компании появляются, например, какие-то инсайты о том, что еще таки вложат в людей или какие-то особенности взаимодействия с продуктом. Такой митинг – это идеальное место гейма, чтобы достать всем о такой ситуации или о такой информации, и тогда люди будут чувствовать себя более причастными к решению проблем пользования. Ежедневные стендапы – это то, что делается в компаниях иногда в инженерных командах, лучше, когда в большинстве команд. Тут тоже все очень просто. Обычно стендап проводится в формате плюс-минус, что было сделано за вчера, что будет сделано за сегодня, какие есть блокирующие моменты. Мы решили у нас в компании тоже использовать это как инструмент для примития product mindset. Когда сотрудник начинает работать над новой задачей, он должен объяснить всем во время стендапа, почему именно эта задача важна, как именно она помогает пользователям, что именно она решает. Это помогает и самому человеку сформулировать для себя вот эту эмоциональную связь с пользователем, ну и объяснить всем, почему он тратит время на закрытие вот этого tikt of g, зачем это нужно. OKRs или также lead-lag-metrics. Кто-то здесь знает, что такое OKR? OK, немного людей. OKR — это очень классная методология коммуникации внутри компании, коммуникация целей и пути к достижению цели внутри компании, кто используется в больших компаниях типа Intel, Google, и она уже доказала свою эффективность на многих проектах. Суть в чем, вначале на уровне компании вы выделяете несколько основных целей на какой-то период времени, например, на квартал или на 6 месяцев. Цель — это то, где вы хотите быть, это то, куда вы хотите попасть. Потом для каждой цели вы выделяете несколько так называемых key results. Это то, как именно вы туда попадете, какие показатели вы хотите заменять, чтобы померить, как вы двигаетесь к той цели. В качестве примера, может быть, цель, например, нашей компании такая. Мы хотим, чтобы через год в среднем департамент диагностики рака в каком-то госпитале тратил в 5 раз меньше времени на каждый отдельный кейс. Например. На самом деле, мне нужно только дону звучит. Это большая цель. Дальше к этой цели мы думаем, а что нам нужно сделать, чтобы этого достичь? Ну, в объектах наша команда исследователей должна придумать модель, которая будет решать эту задачу алгоритмически. Наша команда инженеров должна не придумать, а не придумать, а написать, собственно, код, который будет интегрировать эту модель с системами госпитера. Команда сейлзов должна продать этот продукт, чтобы кто-то все-таки получил вот эту value и, ну, смотри, достичь этой цели. Так вот, самое интересное, когда вы ставите вот эту большую цель, не всегда, но очень часто, можно в нее как раз внедрить вот эту связь с проблемами пользователя. Вот тот же самый пример, который я только привел. Цель может быть сформулирована с одной стороны, сделать так, чтобы там департамент диагностики в 5 раз меньше времени, а можно сказать по-другому, а мы хотим просто, чтобы наша модель или наша технология работала в 5 раз быстрее. Казалось бы, значит, плюс-минус одно и то же, но сам факт, что мы ставим цель отталкиваясь от пользователей, отталкиваясь от их проблем, это уже многое меняет психологией службы. Ну и последним списком, на самом деле, наверное, самое важное, это встреча один на один. Если вы управляете командой и вы не проводите встречи один на один с отпутниками где-то там раз в две недели, просто начните это делать, это очень круто, это очень помогает. Короткая встреча минут на 20, она позволяет вам намного лучше построить вашу личную связь с отпутником, понять, что вообще у него происходит, донести до него свои идеи, ну, а очень часто превентивно понять, если есть какие-то проблемы. С точки зрения именно product mindset, вот такая встреча один на один это уникальная возможность разобраться, не разобраться, а подобрать индивидуальный вопрос к каждому человеку. Опять же, вы, как менеджер, вы несете тот, кто вы, mindset, свою команду или свою компанию. Ну, люди разные. И сотрудники вашей компании разные. Есть различия в том, на каком уровне в лестнице управления они находятся в компании. Есть различия функциональные. Есть команда разработки, есть команда дизайнеров, есть команда селсов, команда спорта. Есть сотрудники, у которых очень сильно отличается от остальных скорость, с которой они получают фидбэк относительно своей работы от пользователей. Тоже пример. Исследователи. Вот у нас есть команда, которая занимается машинным обучением, и в среднем для них получить фидбэк от пользователей на результаты или на их работы занимает несколько месяцев. Инженерная команда может получить фидбэк. Ну, условно говоря, как делал в вашем деле. И то, это потому что мы работаем в комбинке, где мы не можем выкатывать там оттейпы каждый день. Но голову будет быстрее. Ну, и в конце концов, люди разные. У людей разные бэкграунды, разные ситуации. Разная, может быть, семейная ситуация, разные цели жизни. Это тоже нужно понимать, когда вы пытаетесь донести до них то, то, зачем вы работаете, чьи проблемы вы решаете, как вы их решаете. Тут тоже несколько небольших примеров, как именно эти встречи один на один могут помочь решить проблемы. Вот, например, проблема с разными фидбэк циклами. У нас есть сотрудник, который занимается разработкой инфраструктуры для команды ученых. А теперь подумайте. Вот команда ученых, она вначале что-то ищет, строит, находит какую-то модель. Потом занимается какое-то время доведением этой модели до продуктового состояния. Потом команда инженеров это все импременит, релизит продукт. Потом мы это подаем. Тут же огромный-огромный цикл. Так вот, а этот человек, он делает внутренний продукт для этой команды. То есть у него цикл еще дольше. Именно вот такие встречи один на один, они помогли нам найти, словить вот тот момент, когда у него эмоциональная связь начала уже развиваться. То есть он начал задавать себе вопрос, а нужен ли он в этой компании, и нужен ли он для решения этой проблемы. Мы смотрели ему показать, что он действительно очень сильно нам нужен, и что он очень важен, и его работа важна. Второй пример немного другой. Исследователи. Мы работаем на диагностике рака. Казалось бы, это область, в которой эмоциональная связь очень простая, очень такая вот яркая, и может быть у всех. Но исследователи работают по сути каждый день, практически круглосуточно, с огромным количеством данных о людях, которые умерли от рака, и они понимают это как данность. Это для них нормально, это нейтрально, они на это не реагируют абсолютно. Вот такие встречи один на один помогают напомнить им, что мы все-таки решаем важную проблему, и это большая проблема, и она сдевает миллионы жизней. Это тоже можно использовать. Какой бы способ коммуникации вот этой большой, картины и продуктового майнсета команду не выбрали, главное помнить, опять же, о том, что фокус должен быть именно на решении проблем пользователя. Очень легко забыть об этом и начать рассказывать, ну и просто разговаривать о том, как круто вы строите продукт, вы уже решили, какой он будет, вы как его строите. Это, конечно, классно, но нужно не забывать, что все-таки в первую очередь решаете чью-то проблему, если вы постоянно-постоянно об этом помните и говорите, это вам поможет адаптировать свой продукт на каждом этапе развития. Тоже более-менее… Окей, я помню. На самом деле достаточно известный совет. Его обычно дают подряд менеджеру, ну или кто-нибудь ответственный за построение продукта. Вы идите из офиса, пообщайтесь с пользователями. Ну и на самом деле для продуктового менеджера это необходимость. Приктовый менеджер обязан разговаривать с пользователями, понимать пользователей и понимать, как они думают. Иначе это просто плохой продукт менеджер. Фишка в том, что вы можете это же самое делать с любым членом вашей команды. А чем больше людей из вашей команды вы сможете познакомить с пользователями и дать им пообщаться с пользователями и понять пользователей, тем круче. На самом деле вам тогда просто меньше нужно самим стараться, чтобы привить продуктовый mindset и вот эту национальную связь. Как это можно сделать? Ну, потому что ситуация бывает разная, продукты бывают разные. Волиант номер один достаточно простой. Если у вас есть команда саппорта, давайте остальным сотрудникам читать переписку саппорта с пользователями. Более того, сделайте так, чтобы это было частью какого-то процесса, например. Может быть, рассмотры каких-то тиклетов раз в две недели, в три недели. При этом важно стараться не фильтровать, например, только хороший фитбэк или только критический фитбэк. Пусть люди в вашей команде почитают как можно шире диапазон реакций и поймут как можно больше людей из вашей вытопии. Пример номер два — это то, что мы сделали недавно. Мы просто вывезли всю нашу команду на конференцию, на которой были как раз те врачи, кто занимается диагностикой рак. Ну, казалось, что у нас есть инженеры, у нас есть machine learning research. Им не так интересно общаться с врачами. Это абсолютно другие люди. Оказалось, когда мы их привезли, когда они пообщались, это было не так просто, не так тяжело. Некоторым людям пришлось где-то национально помочь. У них раскрылись глаза, и вот эта эмоциональная связь появилась сама собой. Даже у людей, когда она была слабая, они внезапно начали действительно париться о том, что они делают. Стали париться о том, что, блин, вот эти врачи, им так сложно. Это тоже хороший способ. Иногда это тяжело, иногда проще. Вы, я уверен, можете найти что-то работающее в вашей ситуации, в вашей команде. Окей. Ну, допустим, вы строите продукт, все круто, классно, есть пользователи, есть инвестиции или финансирование, команда растет. И вот тут наступает такой момент, что у вас есть ваша старая команда, у которой есть эта эмоциональная связь, у которой есть эта внутренняя культура. А тут появляется куча новых людей, только ничего общего с этой культурой, ну или почти ничего общего с этой культурой не имеют. Как сделать так, чтобы это все не испортило? Опять же, серебряной гули нет, единого рецепта нет. Есть какие-то базовые вещи, достаточно базовые процедуры, которые здорово помогают. Ну, это еще раз напомним. Очень важно, чтобы в этот момент у вас была ясная картина, что вы делаете, какую проблему вы решаете, кому вы помогаете и как вы помогаете. Если у вас есть вот это видение, и вы его доносите новым сотрудникам, это уже круто. Второе, у вас должны быть заложены какие-то процессы переноса знаний новым сотрудникам. Это могут быть как-то знания технические, но также очень важно, чтобы это были знания о вашей аутстории, о ваших пользователях. То, как мы это делаем сейчас, это страничка в Unfinity Wiki. Также я вижу случаи, когда это делается буквально в виде бумажного буклета, который дается каждому новичку. То есть подходы бывают разные. Но очень важно, чтобы эта информация, как можно больше информации, которая у вас накопилась по пользователям, чтобы она была принесена во всех новых людей. Последнее. Это, как могу сказать, надо сделать так, чтобы человек влируется в вашу культуру как можно быстрее и безболезненно. Тоже единого подхода нет. Зависит от культуры, зависит от ваших внутренних каких-то процессов, от ваших внутренних вида коммуникации. У себя мы это делаем достаточно просто. Вот помните, я говорил о том, что у нас есть трейли стендапы, на которых люди обязаны рассказывать, зачем они что-то делают, как им это помогают пользоваться. Вот на Inchport мы представим эту ситуацию практически сразу. Не в первый день. В первый день мне все-таки немножко не нравится понять, где они находятся и что вообще происходит. Но со второго дня, когда они уходят на этот стендап, говорят, у меня зовут Варта и я сегодня занимаюсь тем, что разбираюсь в вашей инженерной базе в стартом коде, в котором я буду заниматься. Этого недостаточно. Он должен еще сказать, потому что я буду работать над этим этим этим, а это нужно пользователям так-то, так-то, так-то. Конечно, это часто не получается в первый день. Мы человеку помогаем, подсказываем. Он повторяет это в третий, четвертый день и дальше уже все круто. Казалось бы, это в формальности глупость. Он просто требует, чтобы человек он рассказал какие-то базовые вещи. Но это помогает. Это столько помогает. В моем опте, конечно. Субъективно. Как мне запускать скаймер, я как-то представлял. Я не знаю. Но на самом деле, я не знаю золотого способа, как не запускать, вообще как им. Но, опять же, есть какие-то базовые вещи, которые из допа помогают, нанимают людей, которые сразу могут тянуться в вашу команду. Не только технически, не только с точки зрения профессиональных квалификаций, а с точки зрения культуры. Я буквально при этом выступлении рассказывал своим друзьям о том, что у нас была ситуация совсем недавно. Нам пришлось уволить человека. Волить человека не потому, что он был недостаточно хорош профессионально. Нет, формально выполнял все задачи вовремя, как следует. Человек просто разрушал компанию Zoom 3 именно культурно. И тут тоже сложный момент, когда сказать, что он был плохим человеком, но у него какая-то национальная связь с тем, что мы делаем, отсутствовала вообще. И вот так получалось, что он своим общением с другими людьми распространял на других членов команды. Нам пришлось его уволить. Это было сложно. Это было сложно, потому что формальный повод как бы найти тяжело. И было важно очень правильно всем объяснить, что случилось, почему этот человек нам не подошел, почему мы его уволили и чего приняли испытательного срока. Чтобы таких моментов не происходило, мы пытаемся учиться. Подходы, которые мы сейчас используем. Самые эффекты, это вообще базовые, я думаю, это все знают. Перед тем, как вы интервьюируете кандидата, вы должны понимать, кто вам нужен. Не только профессионально, кто вам нужен с точки зрения психологии, кто вам нужен с точки зрения культуры, с точки зрения мотивации, целей и тому подобного. Вот этот культурный фит. Как это сказать, я не знаю. Ладно, соответственно. Соответствие, спасибо. Культурное соответствие, оно очень важно. Его можно в тот раз найти разными способами. По-первых, если у вас есть хороший HR сотрудник, HR менеджер, он уже плюс-минус набирается психологией людей и может увидеть такие моменты. По-вторых, то, что мы делаем у нас в команде, когда мы готовы уже дать человек offer, мы приглашаем его на launch либо со всей командой, либо с той командой, с которой он будет работать. Просто обычный launch, нет никакой там background, нет никакого набора вопросов, нет никакого набора темы. Просто происходит общение на все темы, кто бы возникал. Вот так получается, что обычно они связаны с работой все-таки. И вы знаете, опять же, планальность такая, такой простой процесс, помогает отсеивать очень много людей, которые, мне кажется, нам помешают в будущем, если бы мы их наняли. Как часть этого предыдущего культурного соответствия, очень хорошо, когда вы в результате интервью и перед тем, как дать кофе человеку, вы понимаете, зачем он к вам приходит. То есть, у каждого человека есть свои амбиции, есть своя ситуация, есть вещи, которые его мотивируют. Вы должны понимать эти вещи, понимать, насколько они соответствуют той проблеме, которую вы решаете, насколько они соответствуют вообще пути развития вашей компании. Ну, плюс, это немножко не по теме выступления. Естественно, вы должны понимать, что если вы понимаете человека, который очень-очень амбициозен, а вы знаете, что у вас он будет всегда младшим сотрудником, тут явно есть проблема. Это надо знать. Испытательный период, он обычно есть практически во всех компаниях, проблема в том, что его часто не используют. я очень много встречал в своей жизни ситуации, когда формально испытательный период есть, люди чисто юридически не увольняют, например, человека до конца испытательного периода, и потом начинается весь этот процесс, когда человек уже официально будет устроен, а это значит, что надо объяснять намного громче и всем, а почему вы его увольняете, а что не подошло, когда вопрос профессионального несоответствия, все просто, есть какие-то формальные причины, когда вопрос культурного несоответствия, я бы использовал испытательный период. У нас испытательный период 6 месяцев, если мы в течение 6 месяцев видим, что человек не наш, все нормально. так бывает. Немножко суммирую, и, о боже, по-моему, я укладываюсь в срок, это очень странно. Ну, тут же дедлайн с отправлением этой презентации, я проколирую контента. Если суммирую, то, опять же, важно понимать, что вы делаете, какую проблему вы решаете, почему это важно, кто ваши пользователи, как вы решаете эту проблему. Используя вот это знание, вот этот vision, вы должны построить связь, эмоциональную связь с членом вашей команды или сотрудником вашей компании, с пользователем и проблемой пользователя. Для того, чтобы это сделать, используйте различные методы коммуникации, можно что-то из того, чем я говорил, можно что-то, что вы уже используете, и вы имеете в виду принципиально. Постаньте сделать, чтобы вот эта забота для пользователей, и так как решению проблем стала частью ДНК вашей компании. Ну и, в конце концов, когда вы нанимаете новых людей, не забывайте, что первая часть списка это все очень трудный и долгий процесс, не возвышьте это плохим наймом, подумайте о таких вещах, как блютутные соревреты, с самого начала. Перед тем, как закончить, цитата, я, честно, не успел найти ее на русском, сейчас я перегляду на всякий случай. Я сразу скажу, что с точки зрения именно менеджера, я не совсем согласен с первой частью цитаты, но вторая часть просто невероятная. Если вы хотите построить корабль, не созывайте людей для того, чтобы они собирали дерево, не выставляйте между ними работу и не выставайте приказы. Вместо этого научите их мечтать о бесконечно прекрасном новом. То же самое, когда вы строите команду. Да, естественно, очень важно правильно построить процесс управления задачами, процесс управления на всех крупных компаниях, но также дайте вот эту национальную связь с тем, что вы делаете, всем сотрудникам компании, и они сами будут работать лучше и успешнее, и быстрее, и более эффективно. Небольшой список ресурсов, где можно почитать, посмотреть по теме и не совсем по теме. Ну, блок интеркома — это плюс-минус стандартный элемент, который, как всегда, рекомендую. Очень классный блок, а много дежургий про product-менеджмент и вообще про все, и про дизайн, про все, что только можно. И в том числе про HR, и про построение команды. Школа менеджмента Яндекса, она есть на YouTube. Я знаю, что Яндекс у нас заблокирован, но YouTube поддержки нет. Чертишки, они уже лет шесть проводят вот эту школу менеджмента, в этом году они записали и там есть очень классные лекции. Просто погуглите и найдите, я думаю, что она имеет посмотреть. Там тоже прогустовывается, и вообще... И остальные замечательные соучки. Факт того, что презентацию немножко позже — это не страшно, факт того, что ты вложился во время, еще раз показывают презентацию, поэтому еще раз можно аплодировать и так далее. У нас есть три минуты на вопросы. Как я и говорил, что будет дискуссия в конце, если не все ответят, не страшно. Давайте два-три вопроса сразу. Кого это? Ваня, такой вопрос. Ты сказал про дейлики, про вот это позиционирование членами команды своих задач с точки зрения решения проблем. Насколько это поддерживается командой? Насколько тебе приходится это контролировать, пушить, или это все-таки вот и они делают это добровольно и радостно? Нет. Они не делают это добровольно и радостно, они не делали это вначале. Это был, ну, я думаю, ты абсолютно правильно прочувствовал. Это было инородно для большинства людей. Мы объясняли, и еще раз объясняли, и в какой-то момент даже просто формально сказали, вот, надо делать так. Сейчас это уже привилось, и, в принципе, для всех это очевидно. Насколько я знаю. Спасибо. Спасибо.